Всем привет! Меня зовут Алексей, вы на канале Донная Ловля. Среди рыболовов часто бытует мнение, что на платнике рыбу может поймать любой дилетант. Можно часто услышать в рыболовных чатах фразы типа «Это аквариум, там несложно, и любой дурак сможет». Я, друзья, так не считаю. Платный пруд не гарантирует вам того, что клёв будет как на чёрных камнях. Ведь водолаз на дне там не сидит и не насаживает тебе рыбу на крючок. Платник – это точно такой же водоём. И клёв рыбы в нём зависит от точно таких же факторов, что и на дикаре. Более того, есть такие платники, где ты, заплатив немалую сумму, можешь легко остаться с дыркой от бублика. Зависит это от порядочности арендатора водоёма. В этом видео я расскажу о четырёх схемах обмана рыболовов на платных водоёмах. Погнали! Первая схема довольно банальна и известна большинству рыболовов. Это слишком низкая плотность рыбы в водоёме. Владельцы или арендаторы прудов умышленно не восполняют поголовье рыбы, то есть получают прибыль, ничего не вкладывая в бизнес. Такие предприятия, конечно же, долго не живут. В отсутствие клёва их берега постепенно пустеют. Однако какое-то непродолжительное время всё-таки у них идёт вполне неплохая прибыль. А для извлечения этой прибыли они умышленно вводят доверчивых рыболов в заблуждение, рассказывая, что, мол, рыба у нас есть, ловите на здоровье. Я лично знаю такой водоём недалеко от моего города. Друзья, слышал также, что есть и обратная схема. Это когда владелец небольшого водоёма, наоборот, слишком сильно зарыбляет пруд. А при высокой плотности рыбы, ей как бы не хватает растворённого в воде кислорода. И по этой причине рыба перестаёт питаться, становится вялой. Фишка в том, что в водоёме её навалом, а ловиться она не хочет. Это и рыбаков вроде привлекает. Рыба-то есть, всё без обмана, но её не ловят. Повторюсь, о таком я только слышал. Сам с таким не сталкивался. Если кто-то с этим сталкивался, подтвердите, пожалуйста, это в комментариях или опровергните. А вот со второй схемой я столкнулся лично. Схема эта используется крупными рыбхозами, в которых несколько водоёмов, соединённых между собой каналами. Они делают так называемый перелив, сливая воду из одного водоёма в другой. А смена уровня воды для рыбы стресс. Она прекращает питаться и зачастую мигрирует со своих привычных мест обитания или стоянок. В моём регионе есть пара крупных таких рыбхозов. Как-то помню, приехав на один из них впервые и заплатив стоимость китайского фидера за один световой день, друзья, я поймал полный болт. Ну, думаю, не повезло, всяко бывает. Поехал во второй раз. Всего один за килошный карпуша. Но я же, друзья, привык изучать водоём. И после нескольких посещений стал замечать, что дни, когда рыба не клюёт, уровень воды либо уже упал, либо падает в течение нескольких часов. Совпадение? Не думаю. И таких дней в рыбхозе много. И администрация этого не скрывает. Открыто говорит, что у нас всё по правилам. У нашего рыбхоза механическое водоснабжение. Третья схема заключается во времени суток кормления. Если рыбу кормить ночью, то весь день она будет неактивна. Ну и наоборот, если закормили её днём, значит ночью рыба будет отдыхать. Уже догадались, о чём я? Да, некоторые платники ограничивают лимит по времени самой рыбалки, ограничивая ловлю только светлым временем суток. Хозяин или арендодатель ночью плотно закармливает водоём, а утром приезжаем мы, рыболовы, и пытаемся поймать сытого карпа. Более того, некоторые недобросовестные хозяева платников выбирают одну точку кормления рыбы. Зачастую далеко от берега, где-нибудь на середине водоёма, кормля рыбу с лодки. Рыба привыкает к определённому месту и времени кормёжке, а рыболовы по берегам платника сидят с печальным видом без единой поклёвки. Четвёртая схема связана с тем, что огромное количество рыболовов, как правило, выбираются на рыбалку исключительно в общепринятые выходные и праздники. И администрация рыбхозов, платников это отлично знает. И существуют такие администрации, которые всю неделю рыбу очень мало кормят, а в пятницу дают ей двойную или даже тройную порцию корма. После такого закорма в таком количестве о клёве рыбы и речи быть не может. В лучшем случае клёв возобновится, ну, не раньше, чем в воскресенье. Поэтому по возможности старайтесь планировать рыбалку на незнакомом платнике в будние дни. Друзья, я не утверждаю, что все управляющие платников, рыбхозов такие плохие. Нет. Я сам знаю много адекватных и дружелюбных собственников и арендаторов водоёмов, которые подобной ерундой не занимаются. И к ним я приезжаю постоянно и часто. Кроме того, есть частные водоёмы, в которых оплачивается не сама рыбалка, а лишь вес выловленной рыбы. Там вышеперечисленными хитростями заниматься просто невыгодно. А вот в так называемых безлимитных прудах, где ты оплачиваешь путёвку и ловишь столько, сколько хочешь, такие хитрости вполне вероятны. На этом, друзья, у меня всё. Надеюсь, кому-то эта информация будет полезна. Ловите на правильных платниках, и вы всегда будете с уловом. Всем пока!